Так, всех приветствую на канале. У нас сегодня в работе блок SRS на очистки краша после ДТП Nissan X-Trail T32. Блок разобранный по той причине, что мне нужно было сохранить полный фулл процессора. По сути, мне для того, чтобы очистить краш, разбирать его не нужно. С помощью Vividike вычитал полный фулл, сохранил его. Ну, чистить будем другим программатором. На данный момент покажу, что у нас выдает по диагностике. Так, в данном случае у нас Nissan. Сейчас покажу, какие ошибки выдает и после сделаем очистку крашу. Так, ручной выбор. Европа X-Trail T32, 2014 года у нас. Так, выбор системы, подушки безопасности. Читаем данные ECU. То есть наш модуль совпадает с крышечкой, серийный номер, программное обеспечение и так далее. Читаем неисправности. Вот самый у нас плохой код. Это 14-22 боковое столкновение. То есть он нестираемый. Все остальные ошибки, которые здесь видите, они у нас образуются, потому что у нас подключен на столе и отсутствует сопротивление по этой линии. То есть все остальное, как бы это все убирается, когда люди восстановят саму систему безопасности. Либо поставят обманки, либо поставят нормальные пиропатроны с восстановлением подушек, соответственно. То есть у нас сейчас интересует, что B14-22. То есть из-за этой ошибки у нас, даже если все восстановленное будет в машине, у нас это не сработает. Человек уже все восстановил, осталось ему только очистить ошибки. Если мы сканером будем все это чистить, коды очищены, но при этом у нас он будет показывать, что блоковое столкновение осталось. То есть записался в блок краш. То есть нестираемая ошибка. В данном случае что выгодно сделать? То есть очистить краш. Потому что покупать такой блок это порядка, наверное, 30 тысяч плюс прописка у дилера порядка 3-5 тысяч рублей. Вот. Поэтому это совсем не рентабельно. Так, все, отключаем все это дело. Сейчас блок соберу, потому что он мне, по сути, для того, чтобы почистить краш не нужен. Я его буду делать сейчас с помощью другого программатора. Сейчас все подключу и перейдем уже непосредственно к очистке краша. Так, продолжаем по очистке блока SRS. У нас в качестве адаптера Scanmatic, программа MD Flasher. Значит, вот они у нас вычитаны ошибки. Делаем модификацию и читаем DTS. Как видим, вот у нас ошибка B1422. Шрифт мелкий, плохо видно, но тем не менее есть, расшифровывается. Файлик я уже сохранил, то есть сделал чтение EEPROM и чтение FLASH. Это для того, чтобы сделать анализ в сравнении с VVDI. VVDI, кстати, вычитывает неправильно этот процессор. Может поправит в какой-то другой версии, но конкретно в последней версии VVDI читает его неправильно. Сейчас сделаем работу, я покажу, как он читает файлы. Читаем прост, нажимаем раза краш и вот у нас появляется запись. Так, давайте пробовать повторить эту просто процедуру. ID-шники прочитали, краш вычитали, нажимаем раза краш, выбираем файл, который нам нужно открыть, чтобы сделать очистку. В данном случае DFLASH, вот он, 64 килобайт, но это я уже почистил. Ну, давайте повторим. X-Trail, открываем. Тут он предлагает сохранить файл. Давайте, no crash, напишем 2. Тут не суть важного, сохраняем. Все, тут появляется активная кнопочка запись, нажимаем запись. Предлагает выбрать, что нам нужно записать. Выбираем, вот, no crash, ну без разницы второй или первый. Давайте первый выберу, потому что я его раньше создавал. Открываем. То, что он мутюкается на адаптер, не обращаем внимания. На моем адаптере это так. Все, пошла запись. Блок питания чуть-чуть, потребление поднялось. 163. Пока читается, переведу телефон на штатив. С рук неудобно. Потому что сейчас еще будем подключаться и смотреть с помощью другого программатора, что у нас произошло. Пока что записывается, я вам покажу, что у нас делает неверно считывание именно VVIPROG. Вот, смотрите, VVIPROG это FULL, 320 килобайт и 64 это у нас EPROM. И вот то, что MDFlasher делает. Давайте прочитаем, посмотрим точнее. Вот 64 оригинальный DFLASH от Xtrail. Это читает у нас MDFlasher. И так, что мы там открыли DFLASH. И вот этот вот же файлик, который читает MDFlasher Xtrail DFLASH 64. Так, это я уже открыл. VVIPROG, что у нас вычитывает. 64. Вот он VVIPROG вычитывает. И вот смотрите. Отличия у нас с анализ. Сравниваем данные. И видите, содержимое на MDFlasher. Вот оно присутствует. А VVIPROG по этим же адресам читает нули. То есть, вот видите, до конца нули. Прям пустой full. При том, что VVDI, видите, у нас есть записи. То есть, смысл в том, что VVDI в данном случае косячит. Как это избежать, если вы делаете VVDI? Вам нужно скачать старую версию. То есть, на старой версии, на какой-то он работает адекватно. На новую, видите, мы закосячили. И вот этот процессор читается с ошибками. Так что разработчиков бывают свои косяки. В общем, имейте в виду, что программку по VVDI вам надо... Память закончилась. Заново продолжаем. Так, ну по поводу VVDI сказал. То есть, VVDI имеем много экзешников. Не важно, какая версия. То есть, должны быть у вас приличное количество скачанных версий. То есть, если вышло новое, не удаляйте старую. Еще сгодится. Так, тут у нас, как видим, ОК. Отключаем питание за 30 секунд. И включаем через 30 секунд. Считываем данные этим же загрузчиком. ОК. Так, объем достаточно. Подаем питание. 300 миллиампер. Все. Вышло на 197. Читаем. ID. Окей. Айдишники отдал. Вот они внизу. Теперь читаем ошибки. Окей. Окей. Так, и как видим, вот у нас ошибка, которая у нас была нестираемая. 14.22 по-моему. Все у нас ее нет. Все остальные ошибки, это потому что у нас подключен он на столе. Когда мы его подключим к автомобилю, их не будет. Тут отключаемся. Это закрываем. И давайте я покажу то же самое уже с помощью XTool. Здесь мы подключаем XTool. Так, ну и переводим в обзор асканер. Ну или давайте вот так. По сути видно. Так, подаем питание. Адаптер включился. Нажал не ту кнопку. Но это не суть важного. Сейчас перезагрузится. Так, выбираем Nissan. И ручной выбор Европа, Россия, Xtrail, T32, 2014 год. То есть от 2014 года. Выбор системы и подушки безопасности. Читаем ECU. Блок номер у нас выдается. То же самое. Читаем коды неисправности. И как видим, ошибка у нас по боковому удару исчезла. Нажимаем отчет. И тоже его сохраняем. Все. Нажимаем выход. И отсюда выход. Все. На этом, в принципе, все. Ремонт блока SRF у нас завершен. Обязательно, когда делаете все эти манипуляции, блок, вот кладем в такое состояние. И когда на него подано питание, не крутим, не вертим. Дабы не записалась какая-либо ошибка. Потому что типа машина перевернулась и так далее. Все. Подключаем оборудование. Делаем выводы. Значит, VVDI хороший. Прибор справляется, но не всегда. То есть бывают и косяки. Грамотно считать можно этот процессор. Но перейти на старую версию программного обеспечения. Поэтому программы старайтесь все не удалять. Имейте там свежую версию какую-то. Ну и версию, которая будет с проверенным ПО. То есть старые чистили МД флешером. И адаптер сканматик. В принципе, на этом все. Всем удачи в работе. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok